Приложение О Шриле Прабхупаде Его божественная милость, Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, явился в этот мир в 1896 году в Калькутте, Индия. Там же, в Калькутте, в 1922 году он впервые встретил своего духовного учителя Шрилу Бхактисидханту Сарасвати Гасвами. Бхактисидханту Сарасвати, выдающемуся религиозному философу и основателю 64 гаудия-матхов, вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических центров, понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, который 11 лет спустя получил от него официальное посвящение в ученики. При первой их встрече Шрила Бхактисидханта Сарасвати Дхакур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал в деятельности гаудия-матхов, написал комментарий к Бхагавадгите, а в 1944 году начал выпускать журнал на английском языке под названием «Back to Godhead» – «Обратно к Богу». Он выходил два раза в месяц. Шрила Прабхупада сам печатал текст на пишущей машинке, редактировал его, проверял гранки и сам же распространял этот журнал. В настоящее время журнал «Back to Godhead» продолжает выпускать последователей Шрилы Прабхупады. В 1950 году Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв Ванапрастху, чтобы отдавать еще больше времени изучению и написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе Вриндаван, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме Радхи Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью поглощен литературными занятиями. В 1959 году он отрекся от мира, приняв саньясу. Именно в храме Радхи Дамодары Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром – многотомным переводом и комментарием к Шримад-багаватам – «Багавата Пурани» – классическому философскому произведению на санскрите, состоящему из 18 тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты». Опубликовав первые три тома Шримад-багаватам, Шрила Прабхупада в 1965 году отправился в США, чтобы исполнять миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более 50 томов переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских классических трудов по философии и религии. В сентябре 1965 года, когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 года основал Международное общество сознания Кришны. Когда он покинул этот мир? 14 ноября 1977 года общество, основанное им, представляло собой Всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста храмов, ашрамов, школ, институтов и сельскохозяйственных общин. В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе Гурукулу. Впоследствии подобные школы были открыты не только в США, но и в других странах. Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства нескольких больших международных культурных центров в Индии. В Шридхаме Майяпуре, Западная Бенгалия, его последователи возводят духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. Во Вриндаване построенный храм Кришна Баларамы, гостиница для паломников со всего мира, школа Гурукула. И там же находится мемориальный комплекс Шрила Прабхупады, Самадхи и музей. Крупные храмы и культурные центры ИСКОН есть также в Дели, Мумбаи, Бомбее и многих других городах Индии. Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил людям, это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на 75 языков. Бхактивиданта Буктраст, издательство, основанное им в 1972 году, является самым большим издательством в мире, публикующим книги по индийской философии и религии. Всего за 12 лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада объехал вокруг света 14 раз, читая лекции на всех пяти континентах. Но несмотря на предельную занятость, он никогда не прекращал писать книги. Произведения Шрила Прабхупады составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok